Привет подписчикам и гостям нашего канала! Сегодня у нас видео обзор рабочей станции HP DC7800. Поставляются они сейчас в больших объемах, в большом количестве. Очень распространены, имеют небольшую цену. Так что, ребятки, будем смотреть, что это за агрегат. Скрываем это чудо-тумба-юмбу. Крышка массивная, сам корпус очень тяжелый. Все из металла, как вы видите. Оп, смотрим внутренности. Так, ребятки, что можно сказать по внутренностям этой чудесной рабочей станции? Первым делом материнская плата наша. Она у нас на Q35 чипсете. Поддерживает максимально 4-х ядерные процессоры Q-шной серии Core 2 Quad. Получается, что можно ему поставить? До 2.6, 2.93 ГГц на 4 ядра. В принципе, они дороговатые Q-шные процессоры. Лучше брать в районе Q6600 и подобные. Дальше, система охлаждения. С медными трубками. Серверная, так сказать, рабочая станция, мать ее. Это не просто охлаждение, это классика охлаждения. Все самое лучшее, самое сочное. Без выходов из работы, без всего остального и т.д. и т.п. Кулер на вдув воздуха. Естественно, все это на выдув есть. Поставляется жестким диском в данный момент 160 ГБ. Есть версии на 320 и на 500. Какую найдете, такую и будет. Дисковод, естественно же. CD, DVD пишущий. Блок питания. Дисковод, естественно, небольшой мощности. Брать такие аппараты, мне кажется. Потому что они имеют небольшую цену. Отличную серверную компоновку. Вот видите, даже спикер. Цельнометаллический. Не просто это пимпочка пластмассовая, а именно чисто хорошая. Спикер так спикер называется. Просто говоритель мощный, Вася. Мощный, Вася. Выход PCI-Express. PCS-16X видеокарту можно поставить уровня GTX 750 или чуть-чуть выше, 760. Ну, можно 950, конечно, но вряд ли будет на максимум вытаскивать на кьюшном процессоре. Так что, рекомендую к сборкам на таких чудо-девайсах, агрегатах. В общем, мне кажется, что это год-два продержится, а потом надо думать о чем-то серьезнее. На 1366, например. Так что, ребятки, ставьте свои лайки, дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачных сборок. До новых видео. До новых встреч. Всем пока.